Привет, друзья! Сегодня будет небольшое видео о том, как нужно открывать устрицы. Начнем с того, что устрицы во Франции это вообще особый вид блюда и все французы очень любят есть устрицы. В ресторанах, понятное дело, когда вы приходите, устрицы подают уже открытые, но иногда хочется купить и свежие устрицы есть дома, поэтому сегодня будем с вами учиться, как открывать устрицы дома, как отличать свежие устрицы от несвежих и как можно это делать в домашних условиях, чтобы можно было принять гостей и порадовать их дома с устрицами. Что нужно знать? Что устрица имеет? Вот такую форму, и одна часть, верхняя часть плоская, нижняя, вы видите, такая выпуклая, и обычно, когда устрицы даже транспортируют, их не переворачивают вверх ногами, их хранят только в таком виде, потому что если вы перевернете, то даже из закрытой устрицы вода может вытечь, и тогда устрица испортится. И для того, чтобы начать открывать устрицы, необходимо иметь вот такой специальный устричный нож, вы видите, он имеет более короткое лезвие, чем обычный нож, лезвие, оно в принципе даже практически не острое, но зато есть вот такие специальные углубления, где можно держать пальцами, и очень нужно быть осторожными с открытием устриц. Принцип открытия устрицы, сначала нужно будет найти место, куда мы будем отправлять нож, нож нужно держать обязательно вот так, чтобы не проколоть себе руку, чтобы не пораниться. Когда мы найдем место, куда входит нож, потом нужно будет отделить мускул, которым крепится устрица к раковине, и потом уже следующий этап, когда вы открыли раковину, отделили мускул, тогда остается очистить край раковины от крошек, которые могут попасть, потому что с краю и грязь и крошки, и я вам покажу, что нужно делать. Нужно обязательно первую воду слить, которая есть в устрицах, хотя во многих видео вы можете увидеть, что не нужно сливать эту воду. Французы рекомендуют эту воду сливать по двум причинам, потому что потом устрица опять пустит свою новую морскую воду, и она лучше будет по вкусу, чем первая вода. И вторая причина, когда вы сливаете эту воду, вы можете почистить край устрицы, чтобы не осталась грязь во время еды. Ну что, поехали, начинаем. Вот вы берете устрицу, поворачиваете ее к себе, если вы правша, поворачиваете ее к себе острым краем, чтобы острый край был направлен к вам, и если вы правша, поворачиваете ее немножко вправо к себе. Потом вы можете найти, вот здесь есть такой небольшой, смотрите, небольшой как бы зазор между двумя створками устрицы. Вот в этот зазор вы помещаете нож, вы помните, что нож нужно держать вот так, чтобы не пораниться, вы помещаете этот нож сюда, в эти створки, и пытаетесь его ввести внутрь. И когда, вот смотрите, когда вы видите, что вода с устрицы начинает капать, видите, пошла вода, вы этот нож проворачиваете потихоньку дальше внутрь, внутрь, внутрь. Вот, я его уже, смотрите, почти загнала, теперь я его поворачиваю вправо, до тех пор, пока устрица немножко не откроется. Вот она немножко у меня приоткрылась. И смотрите, вот видите, это очень сложное занятие, вообще по большей части эти мужчины занимаются. И потом важно, мускул находится приблизительно вот здесь, который прикрепляет верхнюю часть устрицы, есть еще нижний мускул. Но, когда устрицу во Франции подают дома, обычно это традиционное блюдо на Рождество, то срезают только верхний мускул, и нижний не срезают, нижний мускул уже срезает каждый сам, кто ест устрицу. То есть, вот сейчас мы срезаем верхний мускул, отделяем, и потом поднимаем крышку. Вот, вы видите, вот такая красота. Устрица открыта. Теперь, как можно проверить, что она, эта устрица свежая? Видите, я пока делала медленно, для вас остальные устрицы открываются очень быстро. Мы можем коснуться устрицы, край устрицы ножом, и увидеть, что она сокращается. Вы видите, сейчас я солью воду. Сейчас я солью воду, и когда я сливаю воду, когда я сливаю воду, я обязательно счищаю крошки, которые, вы видите, вот есть крошки, которые попадают на край устрицы, чтобы они не попали во время еды вместе с устрицей, чтобы не испортить вкус. И вот смотрите, то, о чем я вам говорила, вы видите, что эти устрицы, они коварные, вы можете просто крошками раковин, кукеяш на французском, вы можете этими крошками просто поранить руку. Если не очень аккуратно обращаться с устрицами, вы видите, если неправильно держать нож, что можно получить? Можно себя очень сильно поранить, потому что, поэтому устрицы, это очень такое занятие специфическое, и нужно быть хорошо подготовленным. Сейчас будем делать медицинские манипуляции. Что еще вам я не успела рассказать про устрицы, что я бы хотела вам рассказать, то, что устрицы во Франции, Франция, это, наверное, производитель номер один в мире по производству устриц, устриц хороших, качественных. Существует очень много ферм на Атлантическом океане, в Британии, в Нормандии много ферм по выращиванию устриц. И также Соединенные Штаты являются очень известным производителем устриц, но вот Франция не остает. Устрицы классифицируются по своему размеру, они бывают больше и меньше, крупнее и мельче. Те, которые самые крупные, чем ниже номер устрица, номера начинаются 3, 2, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Чем ниже номер 1, 0, 2, 0, 3, 0, тем крупнее сама раковина и крупнее сама мякоть устрицы. Два основных типа устриц, это устрицы вот такие выпуклые, с которыми мы сегодня с вами встретились, и бывают еще плоские устрицы. Также устрицы есть разных сортов, разных видов. Как правило, обычно на упаковке указан и размер устриц, сорт устриц, дата их производства и так далее. Я очень люблю сорт устриц, который называется Утабич. Эти устрицы, они очень мясистые, очень вкусные. И устрицы, которые очень специфические, на мой взгляд, сразу их вкус может быть и невозможно понять. Устрицы, которые имеют вкус, вернее, не вкус, а привкус ореховый. Такой вот привкус грецкого ореха. Тоже это очень интересно. Устрицы, которые вот вы видите сегодня, это устрицы номер 3. Вот видите, я плохо отрезала верхний мускул, у меня часть осталась мякоти устрицы, поэтому я ее сейчас срежу и отправлю ее себе в ротик. Попробовать сниму остатки ракушки. И вот смотрите, я слила первую воду с устрицы. Если вам видно, она опять пустила свой сок. И вот эта вторая вода устрицы, она намного вкуснее, чем первая. Иногда можно найти маленькую жемчужинку в устрице. Ну что, друзья, вот устричный ужин готов. Устрицы традиционно подаются с лимоном. Французы предпочитают только устрицы либо в натуральном виде, либо с добавлением натурального лимонного сока. И, конечно же, устрицы очень хорошо и вкусно пробовать с черным хлебом и со сливочным маслом. Ну и а как же обойтись без бутылочки хорошего белого сухого вина? Самая важная часть нашего видео, друзья, как же нужно есть устрицы, которые мы с вами сами открывали и приготовили. Один из способов использовать лимон, сок лимона. Сначала нужно отделить мякоть устрицы, вторую мускул, которую мы не отделяли, когда мы их открывали. Ножом нужно отделить второй мускул. Вот так хорошо. Потом добавить сок лимона. Хорошенько выдавить сок лимона. Можно есть, конечно, в ресторанах подают и с соусом винегрет. Но я люблю просто соком лимона. Есть люди, которые любят есть устрицы в чистом виде. И также это можно есть еще с кусочком черного хлеба с маслом. И, конечно же, с белым вином. Я, конечно же, хочу вам еще рассказать, как нужно правильно есть устрицы. Устрицы нужно есть, выпивая ту морскую воду, которая в них выделяется. Вы помните, мы когда их открывали, вода первая сливалась. Но вы можете видеть, что сейчас устрица опять полна этой морской воды. Я ее отсоединяю в второй мускул от раковины. Обычно, когда вы кушаете в ресторане, это уже за вас сделано. Но так как мы это едим дома, то мы делаем это сами. Затем я поливаю соком лимона обильно. И я накалываю мякоть устрицы. Отправляю ее в рот. Вот так запиваю водой. Запиваю водой соком лимона. Несколько слов о поверье, почему нельзя есть устрицы в те месяцы, когда нет буквы R в месяцах. Май, июнь, июль, август. Эти месяцы считаются месяцем, когда устрицы размножаются. И их мякоть становится более жирной и якобы более невкусной. Но уже многие французы поняли, что это не так. И нужно есть устрицы. И, наверное, все-таки это поверье существовало больше. Потому что в эти месяцы иногда бывает жарко. И устрицы могут быть поражены какими-то вредными инфекциями, вирусами. Но так как сейчас они практически все выращиваются на фермах, это невозможно, это исключено. И плюс сейчас есть способы транспортировки устриц во время в холодильниках, когда устрицы сохраняют свою свежесть и готовы к употреблению. И тем более, вы уже знаете, как можно проверить, свежая устрица или нет. Вы только накалываете устрицу немножко ножом, край устрицы ножом, или вот так вилкой. И вы видите, если она сокращается, это значит, что устрица свежая. Я вас благодарю за то, что вы сегодня зашли в гости, заглянули на мой канал. Я буду рада, если вам это видео пришлось по вкусу, понравилось. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, ставьте ваши лайки, если вам это видео понравилось. И делитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях. Я вас очень всех нежно обнимаю и целую. И желаю вам всем хорошего дня, хорошего вечера. Друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok